друзья всем привет пришла ко мне посылочка из иванова с текстилем и собственно сейчас я покажу вот так она выглядит она довольно таки большая здесь большой заказ я просто хочу ее с вами вместе распаковать и вместе посмотреть качество заказывала я в магазине василек это не товары на обзор то есть это не бесплатная посылка я ее заказывал самостоятельно самостоятельно и и оплачивала и поэтому дабы ваше мнение обо мне обо моих о моем мнении не было бы при взятом да я бы хотела в открытую да то есть мне не основываясь да на том что якобы там товары мне прислали бесплатно в связи с такой халявой да я бы говорила о товаре какие-то хорошие вещи чего на самом деле нет просто очень много было комментариев под прошлыми моими обзорами именно ивановского трикотажа ивановского текстиля и очень много было негативных комментариев которые в свет не вышли а попали в папку спама вот то есть люди писали что из-за того что вам это присылается на обзор бесплатно вроде как да все это вот в подарок и из-за этого вы высказываете мнение не такое какое оно есть на самом деле то есть вы не говорите о каких-то скрытых недостатках и так далее вот дабы этого сейчас не произошло да я вам говорю что посылку я заказывала самостоятельно самостоятельно и оплачивала я вам пока и там должна быть накладная и должно быть все указано если в этом проблема то есть я вам расскажу сколько она шла сколько стоила доставка то что я немножко была шокирована что мне еще надо за почтовые расходы заплатить поскольку я думала что это войдет в сумму изначально вот в общем то вот так вот и давайте ее сейчас вместе будем распаковывать и вместе смотреть что внутри какие недостатки и и так же еще хочу обратить внимание что некоторые товары из посылки произведены не компанией василек а совсем другой компанией которая тоже находится в горы в городе иваново но я так понимаю что василек просто у них перекупает данные товары я посмотрела нашла эту фирму в интернете также посмотрела на их сайте сколько стоит этот товар в частности я говорю про одеяло я нашла эту фирму фирма оказалась крупно оптовый то есть понимаете что человек который один скажем да и он хочет купить это одеяло если в васильке он может купить одно одеяло то в той компании нужно покупать минимум сто штук вот поэтому я думаю что понятно что василек он не все производит сам а часть каких-то изделий например те же пледы покрывала одеяло он не производит а как бы заказывает приобретает в других магазинах оптовых тоже производства иваново и реализует уже от своего имени для мелкого опыта или розницы вот и соответственно в том магазине который я нашла это одеяло стоило дешевле но как я уже говорила сказала что нужно брать минимум сто штук поэтому ну тогда будет такая низкая цена соответственно одно одеяло купить нельзя вот и давайте с вами распаковывать и уже смотреть по факту я давайте начнем нашу распаковку покажу еще раз посылка вот такая гигантская она здесь опечатана поэтому ее никто вскрыть не может здесь написано опечатано и стоит номер ее личный посылочный васильковый так сказать то есть если допустим она потерялась да они ее могут отледить по этому номеру но вы должны допустим сообщить номер заказа то есть у них этот номер привязан к номеру заказа и пока я распаковываю хочу вам сказать что заказ я делала 2 января оплачивала я сразу но по каким-то там праздничным причинам платеж прошел только 7 числа восьмого числа посылка была отправлена и одиннадцатого января я ее получила уже и еще хочу сказать что на протяжении всего заказа посылка постоянно была на виду то есть мне приходили письма и на имейл и эсэмэски о том получена посылка или нет где она находится в каком она состоянии вот и давайте ее отсюда достанем и так помимо большой большого мешка посылка также упакована еще в пакет в большой мы его сейчас тоже с вами распакуем так хочу отметить что в этот раз посылка упаковано гораздо качественнее чем в первый раз когда я получала ее на обзор вот так что в прошлый раз к сожалению даже я не могу вам оставить ссылочку youtube это видео удалил подробности будут в отдельном видео кому интересно почему это случилось итак сейчас я все достану итак у нас с вами есть накладная где указано адрес поставщика адрес покупателя с полными данными телефоном и имейлом а также способ оплаты способ доставки адрес доставки и какие то может быть нюансы комментарии итак давайте начнем с чего нибудь с чего нибудь я покажу вам цены и вы все сами увидите надеюсь что было видно минутная готовность но я еще буду повторять их в процессе показа до чего я заказывала итак давайте начнем наверное с больших вещей начнем с одеялом вот такое я заказывала одеяло оно в сумке да то есть можно за ручку взять и пойти куда то еще с ним очень удобный пакетик он из нетканого материала и прозрачное здесь окошко вы можете видеть вид этого одеяла как я уже говорила произведено оно совсем не в Васильке а в другой фирме и Василек его только предлагает на покупку одеяло называется престиж наполнитель овечьей шерсти 300 грамм на квадратный метр так и размер 140 на 205 сантиметров значит произведено оно компанией Несаден город Иваново как я уже говорила у них свой сайт это чисто оптовый магазин в принципе здесь вот если присмотреться на сумке есть название Несаден и сайт их и все такое прочее так давайте вам покажу кусочек этого одеяла не буду его полностью разворачивать вот так оно выглядит здесь нарисованы овечки это я как раз такое выбирала чтобы было с овечками так и краешка такого нету чтобы мне вам показать как оно выглядит с краешку так сейчас придется разворачивать вот вот конечно это придирчивость да но здесь одна молния я имею ввиду одна собачка то есть было бы удобнее если было две собачки ну я понимаю ничего страшного просто например неудобно вот так вот разворачивать хочется посмотреть с одного краю а с краю не получится посмотреть потому что надо разворачивать все одеяло так ну тут по другому не сделаешь оно уже развернулось само давайте покажу вам вот так обработан край здесь идет тесьма она чуть-чуть светлее чем само одеяло само одеяло с таким рисунком темно-зеленым и рисунок на нем такой бежевый но он блестит не знаю видно вам или нет разницу вот рисунок блестит и собственно край обработан тесьмой она светлее на всем одеяле есть рисунок овечки я именно этого и хотела чтобы было видно что именно здесь и как и вот здесь вот есть этикетка так она уже выскочила из сумки вот здесь есть этикетка здесь обозначено название фирмы и всякое другое описание и так что у нас тут посмотрим обозначен адрес производства название престиж ламп размер наполнитель овечье шерсть ткань сверху называется глосс сатин стопроцентный полиэстер так сделано в россии как стирать что гладить и госты всякие тоже обозначены вот такой замечательный вот о чем я и говорила пока я запаковывала обратно так сказать это одеяло все таки у меня кошка чтобы чистое новое одеяло не валялось на виду и она по нему не скакала и прочее я значит пыталась его запихнуть обратно в эту сумку и отвалилась собачка если бы их было 2 во первых это было бы проще и быстрее и во вторых ничего бы такого не случилось и одеяло стоило 803 рубля дальше поехали дальше я заказывала ортопедическую подушку кстати свою ныне гречневую подушку я по моему покупала в аршане мне кажется она себя изжила я уже не получаю от нее того удовольствия которое получала раньше да то есть когда первый раз перешла до первый день спала первую ночь спала на гречневой подушке я почувствовала разницу с перьевой у меня улучшился сон перестала болеть спина но сейчас как-то это все куда-то ушло и все стало по-прежнему поэтому поэтому решила попробовать ортопедическую подушку и поэтому заказала вот такую вот 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 такая она огромная она так сказать узкая но широкая если это так можно назвать так называется подушка терапевтическая здоровый сон здесь видите они разные бывают здесь целый спектр их представлен и вот здесь обозначена какая у меня я выбрала темного цвета но она кстати не такая темная как было представлено на сайте там вообще очень темный так размеры и 50 на 70 и стоила она 671 рубль так традиция традиционный китайский травяной сбор используем в этой подушке поможет людям с гипертонией пройдет их давление в норму при длительном использовании снимет усталость глаз и успокоит нервы но мне нужно именно спать на ней так здесь можно спать на боку на спине в принципе видно как она также показана как на ней лежать и собственно производитель то же самое что у одеяла не зад не садан да не садан давайте ее распакую здесь уже собачка железная по качестве не хотя молния такая же белая и она не идет по всей окружности то есть она только сверху здесь две ручки мне кажется это даже удобнее сзади смотрите какая она красивая здесь есть обозначение название фирмы гораздо красивее чем одеяло упаковано на мой взгляд так и давайте ее достанем иначе не получится показать так вот так выглядит подушка вообще кстати говоря мне кажется она просто синтепоном наполнена потому что когда я ее выращила ко мне прилип вот такой кусочек подозревая что он откуда отсюда и выскочил она просто синтепоновая не знаю вообще будет ли в ней какой-то резон я я думала я представляла думала и надеялась на что-то большее нежели синтепон поскольку здесь на сайте указывалось наполнение из натуральных трав я так понимаю что натуральные травы только в середине подушки значит так из чего она состоит да сейчас магнитные камни улучшают кровообращение укрепляют иммунную систему сокращают выпадение волос обладает расслабляющим эффектом снимает нервные расстройства заболяет бессонница камень термалин также оказывает на человека благоприятное воздействие укрепляет иммунитет улучшает самочувствие работоспособность обладает антибактериальным свойством в качестве наполнителя используется силиконизированное волокно эко лайф закрепившая за собой звание упругого хорошо восстанавливаемого волокна способного принимать форму головы и поддерживать ее на протяжении всей ночи но вот здесь показан совсем другой наполнитель который действительно держит форму и похож на этот самый эколайф а здесь я вот просто ее трогаю по краям и ощущение что это просто синтепон такой набитый соответственно что я хочу сказать вот здесь видны черные точечки вот это есть эти самые турмалиновые магниты или не знаю что это такое вот эти вот черные вставочки и вот здесь вот в этих двух полосочках причем сбилась в одну сторону это видно здесь находятся какие-то травки их нужно распределить по всей этой колбасе все здесь уже больше ничего нету и в принципе я так понимаю лежать нужно именно вот так вот чтобы на шею опирались вот эти магниты а голова лежала именно на травяном сборе ну попробуем посмотрим не знаю так я выбирала темную чтобы она не пачкалась и прочее прочее так здесь есть ярлычок на нем написано производитель подушка здоровый сон размер наполнитель чехол хлопок стопроцентный сделано в россии товар сертифицированный компания не задан гвард Иванова вот такая в общем подушка придется теперь все наволочки менять под длинные вот к сожалению производители так делают что подушки в основном все 70 на 70 и очень сложно найти подушку 50 на 70 так пойдемте дальше подушку подушку я сказала подушка стоила 671 рубль дальше я заказала полотенчики на кухню они идут комплектом из пяти штук но в принципе можно заказать и по штучным просто по умолчанию когда вы выбираете будьте внимательны они сразу комплектуются по пять штук вот и выбрала я вот такую расцветку клубничную здесь пять штук они вафельные вот такая веселая расцветка мне кажется классные да кстати здесь есть ярлык не ярлычок а петелька за которую можно повесить она вшита в шов это похвально потому что сейчас очень редко встретишь полотенце с уже расшитой такой вот штучкой петелькой так это был один вариант полотенчиков я их заказывала пять штук то есть как по умолчанию они и были так и земляничные полотенце стоило по 30 рублей за штуку итого 150 рублей пять штук и второе такое не менее сочное но в клеточку тоже стоило по 30 рублей за штуку в количестве пять штук это не квадраты это наклейка здесь она есть на каждом полотенчике здесь указано название размер да квадраты пять штук в упаковке это кстати они никак не были упакованы то есть вот я все достаю как было из пакета мне казалось так здесь тоже есть петелька мне казалось что если это пять штук в упаковке то они должны быть еще дополнительно упакованы ну не знаю может быть Василек посчитал что персональная упаковка под полотенцем мне не понадобится и просто ее убрал но например если заказывать полотенчики в подарок было бы прикольно если бы они были в отдельном пакете раз уж они идут в комплекте а комплекты как правило упаковывают в общем придираюсь а ну кстати я думаю что видно было я вам показывала я еще не встретила ни на одеяле ни на подушке ни на полотенцах чтобы где-либо торчали нитки швы достаточно ровные без ниток ну вот тут вот если уж совсем да вот торчит хвостик но так в целом более или менее вот здесь неаккуратно закончили торчат нитки но в остальном да то есть это если я уж совсем придираюсь а кстати говоря вот сейчас вам показывала да и заметила брак во-первых квадраты ну само полотенце выкроено по косой и это очень сильно заметно я сейчас попробую издалека показать чтобы все полотенце вошло видите что квадраты идут криво если уж я выбираю рисунок квадраты клетку то мне бы хотелось видеть действительно клетку а не по косой ну вы видите да я имею ввиду вот это что здесь квадрат шире от края а здесь уже то есть выкроен он не подалевой а со сдвигом это недостаток и также еще здесь обнаружился дефект это говорит о том что рисунок напечатан но на ткани то есть он методом печати нанесен рисунок само полотенце белое это видно по изнанке и рисунок нанесен методом печати а здесь видимо был какой-то торчал вот этот волосок и он не прокрасился вот видите уже недостатки есть в принципе клубничные вот полотенце там мне кажется все равно по косой он или по долевой но здесь мы привязаны к рисунку поэтому вот так вот собственно по 30 рублей за штуку и дальше мне нужно было набрать минимальную сумму у них заказ делается минимум на 2000 поэтому хотите вы того или нет вам надо что-то выбрать чтобы вы смогли его заказать итак я выбрала две скатерти каждая стоила 307 рублей размер скатерти 150 на 180 сантиметров итак я выбрала вот такую скатерть здесь есть этикетка ткань с выраженным рисунком я так думаю они запечатаны я даже не знаю не вижу шва в общем не вижу как мне показать вам так вот здесь написано это ткань рогожка как раз я брала на дачу сейчас попробую вам показать будет ли видно текстуру то есть вот эти вот фон пестрый да вот по нему видно как раз таки переплетение нитей то есть достаточно крупная текстура и мне нравится рисунок он такой вишни сакура цветущий я прям увидела его и влюбилась обязательно вам ну сейчас не могу показать да нигде у нас такого большого стола нету но летом во влоге покажу вам как она сядет на стол и посмотрите и вторая вот такая вот тоже я когда ее увидела это яблоки зеленые и она очень яркая она просто ну очень яркая и тоже я я увидела и влюбилась в нее ну здесь может быть тоже получится показать вам чтобы вы увидели текстуру ткани ну вот вы не видите текстуру вы видите общий рисунок к сожалению да не получается вам показать но может быть во влоге потом в летнем покажу поближе уже без упаковки потому что не хочется ее сейчас распаковывать она такая прям красивая яркая очень сочный рисунок скатерть тоже рогожка зеленые яблоки в общем то вот такой у меня заказ так друзья вот такой у меня был обзор надеюсь что было все предельно понятно ясно и ну не знаю нужны какие-то комментарии пока просто я заказывала не одежду как в первый раз и соответственно я просто поняла что одежда у них мне не очень понравилось хотя в принципе первый раз я заказывала халат и домашний костюм домашний костюм я не ношу он лежит в шкафу в нем мне слишком жарко видно потому что в состав входит какая-то полиэстеровая нить вот халат я отправила на дачу в нем тоже слишком жарко и на даче вечерами бывает холодно а он байковый вот рассветка на нем яркая была там были такие осенние листья на фоне синим на синим фоне с каким-то еще пятнышками я его уже стирала пару раз и с ним ничего не случилось тоже могу вам показать его потом летом во влоге вот если интересно но в плане так заказом я довольна каких-то таких вот прям недостатков в самих изделиях я не вижу недостатков то что вот молния сломалась на сумке но я ж не сумкой буду пользоваться да а собственно одеялом одеялом пока довольна подушку попробую но придется на ней спать все-таки куда ее девать да я специально ее заказывала для того чтобы на ней спать стоит ли она своих денег или нет сказать не могу я никогда не покупала подобные вещи одеяла мне кажется 800 да с чем-то там рублей все-таки это выгодно у нас в любом магазине зайди от полутора тысяч и выше это полторы тысячи это самое простенькое какое-нибудь хлопковое которое не греет и а тут все-таки овечье шерсть наполнение вот я именно на зиму хотела поэтому буду присматривать себе еще на лето какое-то не слишком теплое вот чтобы было у меня как минимум два одеяла потому что под одним спать круглый год это не весело вот и что еще хотела сказать подушку в принципе нормально ну вот полотенце да единственное что с клеткой получилось то что они выкроены по косой не по долевой и клетка поехала это мне кажется недостаток ну я как человек который знает в этом толк много лет шила иногда даже это практикует вот поэтому я знаю о чем говорю вот с клубничными полотенцами все нормально там я не стала проверять долевую там не важно там нет рисунка как такового то есть форма полотенце никак не привязана к рисунку вот клетка она все-таки обязывает поэтому тут надо было как-то более ответственно к этому моменту подойти и то что комплекты полотенец они не запакованы тоже такой маленький недостаток ну вот сейчас подведение итогов поскольку там все-таки указано что это комплект и на упаковке на упаковке на этикетке каждого полотенца об этом указано и указано на сайте когда я заказывала что они идут упаковкой по пять штук а на деле получается что это не упаковка а просто пять штук вот собственно если брать вот кому-то в подарок то где упаковка обычно они тогда были бы упакованы как вот скатерть в отдельный пакетик и на него уже какая-то этикетка нанесена вот скатертями тоже довольна не могу сказать никаких нареканий поскольку мы с вами их не разворачивали а собственно ближе я их смогу показать вам только летом во влоге поэтому сказать торчат ли нитки ну качество печати мне понравилось ниток заметных не было нигде и ткань мне очень нравится рогожка с крупным таким фактурным рисунком крупным переплетением мне такая очень нравится я довольна что она не такая плотная как раз таки она воздушная больше на лен похоже вот ну и вот собственно заказом я довольна пока ничего больше сказать не могу такой у меня был заказик кому понравилось ставим пальчики вверх ну напомню что подушка и одеяло были произведены не компанией василек поэтому собственно то что было произведено компанией василек я свое мнение высказала насчет одеяла и подушки тоже сказала что все мне нравится все устраивает ничего нигде не торчит что самое интересное ну в общем вы поняли ставим пальчики вверх кому понравилось и увидимся с вами в следующих видео пока 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 пока